Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Граждане могут как через официальный сайт прокуратуры Кировской области Через интернет-приемную Также по почте Либо позвонив по телефону 38 11 53 И оставить свое сообщение Это круглосуточно или в течение рабочего времени? Телефон работает круглосуточно В режиме автоответчика Просто надиктовываешь. Да, надиктовываешь, и каждое утро мы прослушиваем те сообщения, которые к нам поступают. Много ли их было? Ну вот, по состоянию на 6 апреля, вот мы вчера как раз подводили итоги, у нас поступило 28 обращений. Это Кирова касается большей частью, или и районы области тоже есть? В основном обращения были от жителей города Кирова. От жителей города Кирова. Их можно разделить на две части, потому что, так или иначе, они касались именно двух вопросов. Первый вопрос – это несоблюдение работодателями режима ограниченных мероприятий, которые были введены как на прошлой неделе, так и на этой. И также того, что работникам оформлялись отпуска за свой счет, при этом сами работники этого не хотели. То есть, я правильно понимаю по первому пункту, что режим ограниченных мероприятий был введен, а работа не прекращалась? Все правильно. Люди должны были выходить на работу. Да, люди должны были выходить, да. И многие, ну как бы, они в своих обращениях указывали, что вроде как вы говорите о самоизоляции, я на самом деле вот и хочу, но я не могу себе это позволить, потому что боюсь, что, например, меня уволят. И последствия вот таких обращений какие будут? Ну, по каждому конкретному обращению мы так или иначе будем проводить проверочные мероприятия. Если на самом деле права граждан были нарушены, то меры реагирования будут приняты. А в какие сроки проводятся проверочные мероприятия обычно? Ну вот вы вчера подвели итоги, есть 20 обращений, и как они запускаются в работу? Ну, они запускаются в общем порядке. У нас есть после поступления 3 дня на их регистрацию, что предусмотрено законом о рассмотрении обращений. И далее в 30-дневный срок будут проведены проверки. В течение месяца? Ну да, в течение месяца по общему правилу. Все, все ясно. Переходим к капремонту. И у меня был такой вопрос с самого начала. Что отсрочка по платежам по капремонту принята? Не принята еще? Но в настоящее время нет. Поэтому мы говорим о капремонте, как о действующей процедуре. И платежи в том числе. Но капремонт как вызывал, так и вызывает много вопросов у жителей и нашего региона. В том числе мы говорим конкретно сейчас о том, о чем спрашивают кировчане. И, наверное, это тоже знак, потому что уже несколько лет действует эта программа. А вопросы в основном те же самые. Те же самые и меньше их не становятся к тому же. И мы сегодня по этим вопросам как раз пойдем вместе с Евгением Будко, помощником прокурора области по правовому обеспечению. Слушайте внимательно, потому что коронавирус коронавирусом. Капремонт никто не отменял. Капремонт никто не отменял, как выяснилось. Итак, давайте начнем с ликбеза. Еще раз, наверное, напомню, потому что раз такие вопросы поступают, значит, нужно об этом сказать. Какие виды работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме можно выполнить за счет средств фонда капитального ремонта? Еще раз четко. Да. Перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполнение которых может финансироваться за счет средств фонда капитального ремонта, сформированных, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, определяется в статье 166 ЖК РФ. И если мы говорим о Кировской области, то также данные нормы закреплены в законе Кировской области о реализации как раз положения ЖК в сфере организации проведения капитального ремонта в домах, расположенных на территории Кировской области. То есть, во-первых, можно обратиться к документам, через интернет найти документы и посмотреть. Да, и посмотреть нормативно-правую базу, которая касается данного вопроса. Но если точечно отметить, что в такие виды работ включаются, например, ремонт внутридомовых инженерных систем, электротепло-газо-водоснабжение, водоотведение, ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт также лифтовых шахт, ремонт подвальных помещений, которые относятся к общему имуществу в многоквартирном доме, ремонт фасада, также его утепление, разработка проектной документации, в случае, если ее разработка требуется предусмотрена градостроительным законодательством. Ну и к проведению таких работ относятся и экспертиза проектной документации, проведение строительного контроля, изготовление технического паспорта многоквартирного дома. То есть работа еще с документами, да? Да, да, конечно. Ну это просто вот слушателям нашим надо обозначить, что условно там ремонт подъезда, например, нельзя сделать за счет фонда капремонта, то есть это все-таки текущие расходы на ремонт, текущий ремонт дома. Ну если, говорю, возникают какие-то вопросы, то всегда можно обратиться к положениям жилищного кодекса, я сказала, либо вот как раз у нас есть действующий закон Кировской области, который предусматривает как раз реализацию положений проведения капитального ремонта именно на территории нашего субъекта. Да, мы все знаем, мы заходили на фонд капремонта, многие заходили, видели там очередность, в которой должны производиться те или иные ремонтные работы на их конкретном доме, да, и все понимают, что там условно ремонт крыши привязан к такому-то дому, там ремонт бойлера в подвале к такому-то году и прочее. Но бывает такое, что там или там что-то выходит из строя, это дорогостоящее какое-то оборудование, и работу надо начинать раньше. Вот эти сроки, их возможно передвигать или невозможно передвигать? Закон разрешает? Значит, вот разделом восьмым областной программы капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области установлен как раз порядок внесения изменений в данную программу, в том числе в части сроков проведения капитального ремонта общего имущества. Если конкретно остановиться на порядке, то он предусматривает, что собственники помещений в многоквартирном доме, также органы местного самоуправления, могут направить в фонд заявление о внесении изменений в программу с приложением протокола общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме. И уже на основании данного заявления данный вопрос может быть решен. То есть сначала собираем общее... То есть есть проблема. Сначала собираем общее собрание, принимаем решение о том, что действительно нам необходим срочный ремонт и нужны средства на этот ремонт, а по плану еще долго ждать, да? И с этим протоколом общего собрания, решением общего собрания идем в фонд капитального ремонта, и он должен это заявление рассмотреть. А в какие сроки, Евгений, он должен рассмотреть? То есть ограничивается фонд капремонта временным каким-то промежутком? Потому что бывают вопросы, правда, довольно срочные такие, да? Ну, так или иначе, срок является таким общим. Поэтому я думаю, что здесь не должно быть никаких проволочек. Хотела бы остановиться на основаниях, какие могут быть для отказа во внесении изменений. А, то есть могут и отказать. Да. Значит, к основаниям для принятия решения об отказе во внесении изменений в данную программу, которая предусматривает перенос срока капитального ремонта общего имущества, может являться, например, непринятие собственниками помещений в многоквартирном доме решения об установлении дополнительного взноса на капремонт в случаях, которые установлены жилищным кодексом. Так, давайте расшифруем. Так, что это значит? То есть, это если работы какие-то очень дорогостоящие и потребуется дополнительное какое-то финансирование и увеличение, может быть, взноса, это об этом речь идет? Да, да, это идет речь об этом. И также, значит, одним из оснований, может быть, если размер фактических поступлений, взносов на капремонт в данном многоквартирном доме составляет менее 50% от размера начисленных взносов. То есть, если соседи плохо платят, то есть, даже если вы хорошо платите и вовремя оплачиваете квиточки, но если ваши соседи так себя не ведут и собираемость платежей по дому низкая, то могут отказать. Все правильно. Ну, в общем-то, это как раз основных момента, которым могут отказать при перенесении срока проведения работ по капитальному ремонту. Да, мы сейчас прервемся на короткий анонс и продолжим разговор с Евгением Будко. И только ежедневно в программе «Трасса 101». Да, удачных выездов вам и не менее удачных приездов. Нарушение прав граждан в сфере организации оплаты капитального ремонта. Юридический ликбез мы сегодня проводим. Помогает нам в этом деле Евгений Будко, помощник прокурора области по правовому обеспечению и рассмотрению обращений приема и приему граждан. И мы закончили практически обсуждать вопрос, возможен ли перенос установленного региональной программой срока проведения работ по капремонту. Тут сказано четко, да, возможен. Первое, нужно собраться на общее собрание собственников жилья, вынести такое решение, убедиться, что у вас нет долгов по оплате фонда капремонта, то есть 50% как минимум должно быть заплачено. И второй момент, если работы дорогостоящие, то дополнительный взнос граждан, вы готовы ли еще вложиться и собрать, да, готовы, тогда, скорее всего, позитивным может быть решение. Если два этих условий не соблюдены, то, скорее всего, будет отказ. Так? Да, все правильно. Верно. Дальше очень важный действительно вопрос. Есть система льгот по разным платежам и капремонт не исключение. Так вот, кто эти льготники, кто относится к категории льготников по оплате взносов за капитальный ремонт? На этом вопросе более подробно остановлюсь, потому что как раз те жалобы, которые к нам поступают, свидетельствуют о том, что как раз у той категории льготников, которые, на самом деле, их имеют, есть какие-то определенные еще до сих пор заблуждения, и, в общем-то, в конечном итоге их права нарушаются из-за того, что они просто их не знают. В соответствии с ЖК РФ, все собственники помещения на квартирном доме обязаны уплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества на квартирном доме. В то же время данным кодексом предоставлена возможность каждым субъектам принять решение по льготной категории граждан и о порядке предоставления этих льгот. На территории Кировской области действует закон, он так и называется, о мере социальной поддержки отдельных категориям граждан в форме компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. То есть, внимание, общие вопросы по капремонту определяет жилищный кодекс, и неплохо бы его почитать. Второе, что касается льготников по оплате взноса за капремонт, это региональный закон регулирует. Все правильно. И вот как раз данным законом установлена мера социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области в форме компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в виде ежемесячной денежной выплаты. Вот такая льгота у нас предоставлена. То есть, люди сначала платят и потом получают возмещение. Многие граждане... Считают, что они просто не должны платить. Да, они просто не должны платить. И вот было, особенно на самом начале, когда только вот эта плата была введена, когда был принят наш региональный закон, у многих людей было вот это заблуждение. И особенно у пожилых людей, они не платили месяцами, думали, что все, они не должны платить. А потом, как оказалось, что у них задолженность... И пени. И пени. И помимо пени они еще потеряли свои остальные льготы, да? Право на субсидии, да? Да, конечно. И вот это вот было очень печально, на самом деле, только потому, что они как раз просто не знали о том, что тут именно предусмотрена денежная компенсация, а не льгота в том понимании, в котором... Ну, обычно, да? Да. Я могу не платить. Просто могу не платить. А как работает денежная компенсация? Вот я плачу, плачу по кветочкам, которые ко мне приходят. Потом я должна предоставить какой-то пакет документов, фонд капремонта или куда, или электронная система сама все видит, сама все знает, и мне там на пенсионную карточку приходят деньги. Подарок каждый месяц. Как это происходит? Нет, нет, конечно, не так. Здесь должен быть именно заявительный характер. Значит, для получения компенсации необходимо предоставить определенный перечень документов. Ну, то есть, понятно, я тоже хотела бы на нем остановиться. Первое, конечно, это заявление. Следующее, это согласие на обработку персональных данных, ну, в соответствии с законодательством о персональных данных, паспорт или иной документ, который подтверждает возраст гражданина, который обращается. Также документы, сведения о регистрации гражданина по месту проживания, места пребывания. Документы о прекращении трудовой деятельности гражданина и членов его семьи. Ну, там, может быть, это копия трудовой книжки. Сведения, полученные из отделения пенсионного фонда, ну, чтобы, получается, подтвердить свой статус пенсионера. Документы, сведения, подтверждающие право на собственность на данное жилое помещение. И документ, подтверждающий размеры общей площади данного жилого помещения. То есть это все он должен собрать и принести? Да, да, конечно. Данные документы гражданин предоставляет в письменной или электронной форме в орган социальной защиты населения по месту жительства. Либо данные документы можно предоставить в многофункциональный центр, ну, соответственно, таким же образом. В МФЦ? Да, в МФЦ. Ну, есть у нас все-таки надежда, что, в конце концов, электронная система сама все будет просчитывать. Вот было у нас, помнишь, в эфире Юрий Палев, который... И все документы обо всех возможных там твоих льготах просто, они будут автоматически подгружаться к твоему заявлению, да? Да, да. Я надеюсь, что к этому придем. Но пока что это заявительный характер, ты должен прийти со своими документами в МФЦ, это очень просто, и тебе помогут все оформить. И дальше там же объяснят, в какие сроки компенсация возвращается к тебе на счет. Или мы знаем прямо сейчас, можем сказать. Я хочу сказать о том, что решение о предоставлении, либо об отказе в предоставлении гражданину компенсации принимается руководителем органа социальной защиты населения не позднее 10 рабочих дней со дня предоставления необходимых документов. Тоже, думаю, будет правильно остановиться на тех основаниях, которые могут послужить основанием для отказа в предоставлении данной льготы. Первое – это отсутствие у гражданина права на компенсацию, именно что он не относится к той категории льготников, которые определены в законе. Второе – это предоставление не в полном объеме документов, которые я ранее перечислила. Предоставление в электронном виде документов, не заверенных электронной подписью заявителя. Предоставление копий документов, направленных посредством почтовой или курьерской связи, верность которой не засвидетельственно установлена в законном порядке. И предоставление гражданину компенсации по месту жительства в случае, если компенсация уже предоставляется по месту пребывания. То есть вот это все основания для того, чтобы человеку могут отказать. А в законе, который региональный закон принят, перечислены все эти категории граждан? Конечно, конечно. Можем мы привести примеры, кто это может быть? Да, так они. Как раз в статье 2 данного закона определено, что компенсация расходов на оплату взносов на капитальный ремонт предоставляется у нас в первую очередь. Это одиноко проживающим, неработающим собственникам живых помещений, которые достигли 70 лет. Вторая категория – это неработающие собственники живых помещений, достигшие 70 лет, проживающие в составе семьи, состоящие только из совместно проживающих, неработающих граждан пенсионного возраста. То есть это если пенсионер живет, один или двое пенсионеров в одной квартире, то тоже имеют право воспользоваться этой льготой. А если вот все-таки там дети, например, живут в этой же квартире, то тогда уже нет. Да, ну и также тут неработающие инвалиды первой и второй группы тоже совместно с ними проживают. То есть если у меня два родителя пенсионера живут вдвоем, то они имеют право на льгот. А если они живут вдвоем, но там еще прописаны дети работающие, но они не живут, прописка решает ведь, да? Да, здесь вот конкретно указано, да. То есть если ты живешь в своей квартире, но прописаны у родителей, ты работающий, а родители неработающие, они не получат право на льготу пока примутят? Указано, что только из совместно проживающих, неработающих граждан. Так, вот это надо иметь в виду. Если кто прописан у своих родителей, ваши родители не получат льготу. А родителям исполнилось 70, да. Выписывайтесь. Переедьте от них. Нет, переехали, переехали, но прописка-то там, там же прописка учитывается. Да, конечно. Ну, еще есть две категории у нас. Это одиноко проживающие, неработающие, собственники живых помещений, достигшие 80 лет, проживающие в составе семьи, состоящие только из совместно проживающих, неработающих граждан пенсионного возраста. Да, Евгения, давайте напомним, все-таки для тех, кому 70 лет исполнилось, там же неполное возмещение идет, да, платы за капремонт. А вот 80-то лет, они вообще, по-моему, освобождаются от уплаты капитального ремонта. Да, то здесь у нас идет... А 70-то там, по-моему, 50%. 50% льгот, возвращается 50%. Так что нужно всегда иметь в виду, и если вы относитесь как раз к льготной категории граждан, то плату за капремонт вы должны вносить своевременно, а, соответственно, после этого обращаться в подразделения социальной защиты, либо в МФЦ для получения компенсации. Ясно, ясно. Давайте перейдем, мы переходим к новым собственникам. Я думаю, что лучше все-таки мы, наверное, сейчас... Начнем. Начнем, да. У нас есть еще три минуты. Вот хороший очень вопрос, должен ли новый собственник помещения оплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества, если предыдущий собственник своевременно не уплачивал? То есть вот долги предыдущего собственника переходят на нового? Вообще, мне довольно интересно, как это может быть, потому что ведь перед продажей квартиры там, да, собираются все справки, и когда ты задаешь документы в тот же МФЦ, например, да, на регистрацию продажи, вот этой сделки, да, продажи, они же все проверяют, то есть по идее, как вообще могут перейти долги новому собственнику? Вот здесь как раз вопрос очень интересный, потому что как раз в данном случае эти долги могут перейти новому собственнику. Если остановиться более подробно, то в соответствии с положением ЖК РФ, обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений в многоквартирном доме с момента возникновения права собственности на помещение в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходят также и обязательства предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт, в том числе неисполненное предыдущим собственником по оплате взносов за капитальный ремонт. Так, подождите, вот сейчас очень интересно. То есть если, например, где-то недосмотрели или я сам решил, что мне квартира нравится, бог с ними, с этими взносами, как-нибудь потом разберемся. Давайте мы сейчас сделку оформим, я квартиру покупаю. И после этого, значит, человек продавец этой квартиры говорит, ага, все, отлично, я деньги получил, значит, все, до свидания. Ты говоришь, подождите, а как же долги? У нас же не заплачены за капремонт за два года. Он говорит, ну, это уже не мои проблемы. То есть так может быть, да? И человек, новый собственник обязан будет заплатить. Все правильно. И заставить предыдущего он не может выплатить эти долги. Если уже он собственник квартиры, то не может, да? Ну, тут именно будут уже действовать положения гражданского кодекса, и он сможет взыскать судебный порядок. А, ну, понятно, только через суд. Да, только через суд. Да, нужно будет обращаться с иском к предыдущему собственнику помещения и ставить вопрос о взыскании с него вот этой вот имеющейся задолженности по оплате взносов за капитальный ремонт. Это если он тебе не сообщил предыдущий собственник, и ты не проверил, и для тебя это открытие, ты совершил сделку, и дальше ты можешь либо сам оплатить, либо через суды возмещать, ну, оплатив предварительно. Но вообще ты же совершенно права, Аня. Ты когда покупаешь квартиру, так ты проверяешь все долги, да, все возможные нюансы. У меня есть ощущение, что многие очень граждане не понимают, что эта вот история не произойдет автоматически. То есть человек, который продал тебе квартиру, его автоматически не заставят заплатить его долги за капитальный ремонт, как я понимаю, только через суд. То есть люди, которые совершают сделку, они, может быть, в этот момент думают, ну, как, он же был собственником в тот период, почему я должен платить? Нет, долги на нем и будут висеть там, да, а долги-то на самом деле висят на квартире, а не на собственнике. Да, ты покупаешь квартиру со всеми ее долгами. Да. Это надо помнить. Мы сейчас делаем перерыв на рекламу, полторы минуты мы вернемся. У нас в студии Евгения Будко, помощник прокурора области по правовому обеспечению, рассмотрению, обращению и приему граждан. Мы сегодня говорим про капремонт. Продолжаем разговор. У нас в студии Евгения Будко, помощник прокурора области по правовому обеспечению, рассмотрению, обращению и приему граждан. Приему граждан мы говорим о организации оплаты капитального ремонта, юридический ликбез проводим. Тут, кстати говоря, у нас тема обозначена как нарушение прав граждан. А пока что мы с вами говорим о правовой грамотности, когда мы сами свои права не знаем и обязанностей не учитываем. И это создает неразбериху и возможные стрессовые ситуации, когда ты не понимаешь, за что тебе насчитывают пени, какие у тебя там долги. Пока мы говорим о правовой грамотности. Давайте мы с этой грамотностью все-таки продолжим, а потом все-таки скажем, а где же нарушаются, где могут быть нарушения прав. Итак, мы переходим к вопросу, должны ли вносить плату за капитальный ремонт жители вновь построенных домов тоже новостройка. Это проблемный, между прочим, был вопрос в свое время, потому что не каждая новостройка строится одним домом. Там бывает, сдается один корпус, второй корпус, третий корпус. Это такой веселый тоже был момент. В начале было все непонятно, потому что все-таки это было новым. Как вы понимаете, что всегда возникает много вопросов, если особенно это касается широкого круга лиц, практически каждого гражданина. И здесь много было неясности, но в настоящее время законодательная база принята, законы действуют. Поэтому, я думаю, что как раз если говорить о внесении платы за капитальный ремонт вновь построенных домов, тут есть тоже определенная особенность. В ЖК РФ сказано, что в квартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального ремонта и включенным в региональную программу капитального ремонта при ее актуализации, возникает по истечению срока установленного органом государственной власти субъекта Российской Федерации. То есть в нашем областном правительстве. Но не позднее, чем в течение пяти лет с даты включения данного многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта. То есть пять лет прошло после включения, с этого момента начинают приходить платежки? Здесь не так, что не позднее. Не позднее. Не позднее, да. Не позднее. И, соответственно, в каждом субъекте, в том числе и на территории Кировской области, у нас данный вопрос урегулирован. Как раз законом, которым я уже ранее его называла, да, ну, все-таки я еще раз повторюсь, это номер у него 298 ЗО, о реализации отдельных положений ЖК РФ в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области, определено, что обязанность по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, вновь включенным в региональную программу, при ее актуализации возникает у собственников помещений в этом квартирном доме по истечении четырех календарных месяцев, начиная с месяцев, следующим за... Тут немножко... Очень, да. Да, все это так прописано в законе, не совсем, может быть, на слух как-то понятно, но начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором этот дом был официально включен в программу. Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта в данном случае должно быть принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в течение трех месяцев после официального опубликования актуализированной региональной программы, в которую данный дом включен. То есть я так понимаю, что здесь речь идет о том, копить средства на счете регионального оператора или сделать отдельный счет дома? Вот вышли списки новые, да, реестр опубликован. Дальше у собственников есть три месяца, чтобы собрать общее собрание и принять решение. Вы на отдельном счете аккумулируете деньги на своем собственном или в общую копилку складываете. У вас есть три месяца, но счета уже пойдут через месяц. Опубликовали реестр, и через месяц уже платежки приходят. Так что вот через месяц ждите платежек, то есть пять лет плюс месяц. И у вас есть три месяца после пяти лет, чтобы все-таки определиться, куда складывать деньги, в какую кубышку. Дальше, какие меры региональный оператор все-таки предпринимает к неплательщикам? Знаете, когда вся эта история начиналась, было очень много, конечно, разных всяких волнений. И тогда региональный оператор приходил и говорил, что мы много заявлений, много распирательств, много неплатежей. Мы пока занимаемся теми, но это давно было уже, года два, наверное, назад. Да нет, да больше, это, по-моему, с 2013 года у нас же как-то. Значит, мы пока занимаемся теми, кто, значит, не платил вовсе. Те, кто хоть немножко заплатил, вот они следующие по очереди идут. Интересно, где очередь сейчас? То есть в каких объемах это сейчас обрабатывается? Ну здесь это, я думаю, все-таки больше вопрос как раз к... Рекоператору. Да, к оператору, потому что... Надо снять, Ань, посмотреть кардаку как-то. Да, потому что к нам граждане таким вопросом не обращались, да, то есть каких-то спорных моментов не было. То есть всем понятно, что плату вносить нужно, что в любом случае здесь предусмотрено, опять же, по общим положениям жилищного кодекса, что несовременная и неполная уплата взносов за капитальный ремонт. Есть предусмотрена обязанность собственников помещений уплатить фонд капитального ремонта пене в размере 1,3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, которая действует на день фактической оплаты от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная с 31 дня. Следующего за днем наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты. И региональный оператор, понятно, что здесь имеет право, ну, помимо той какой-то работы претензионной, он также проводит определенную работу по обращению в суд, по взысканию вот этих долгов, по оплате взносов на капитальный ремонт. И ясно, что с неплательщика в данном случае, если мы говорим о судебном взыскании, взыскивается образовавшаяся сумма задолженности, также те начисленные пени, ну и плюс понесенные региональным оператором судебные расходы. Лучше самим вовремя опомниться и заплатить, хотя бы начать платить все эти суммы. Ну, в любом случае, оплачивать данную услугу нужно, и это нужно делать в восстановленные законные сроки, чтобы в последующем, ну, самого себя не ставить в более какую-то сложную финансовую ситуацию. Так, а если люди все-таки считают, что услуга, которую им оказали, она некачественная, и они не готовы ее оплачивать? Ой, и таких жалоб множество. Очень много, да. Почему нам, значит, с нас деньги списали? Качественная отремонтированная крыша с дырами там, да, с утеплителем и так далее. Обычно не бывает, но бывает как-то странно, то есть положили новую крышу, она раньше не текла, старую убрали, она не текла. Фасады, которые отваливаются. Положили новую, теперь течет, да. Ну, то есть вот об этом громкие, достаточно яркие такие были факты. Да, и вот как раз... Куда можно жаловаться? Здесь хотела бы я обратить внимание на то, что граждане имеют право обращаться как к самому региональному оператору, соответствующим, соответствующие жалобы на некачественные выполненные работы. Помимо этого можно обращаться в Государственную жилищную инспекцию, ну и в органы прокуратуры по месту расположения жилого дома, ну для того, что мы уже посмотрим. То есть если это Киров, то это по районам города, то есть в районную прокуратуру надо обращаться. Если это где-то в области, соответственно, тоже там в прокуратуру того или иного района надо обращаться. А вам в областную прокуратуру можно писать через сайт обращения? Конечно, конечно. И через сайт, и через телефон? Через сайт, и через телефон, да, такой же действует порядок. В свою очередь мы сами перенаправим в наши районные подразделения, потому что у нас как бы сайт он один, и возможность подачи через интернет-приемную но есть только на официальном сайте прокуратуры Кировской области, ну, как субъектовой. То есть здесь нет такого, что я сначала в районную должен обратиться прокуратурой, только потом в областную? Можно сразу писать? Нет, гражданин может сразу оформить даже заявление на имя, вернее, в адрес какой-то районной прокуратуры. И мы его сами просто направим в установленном порядке, ну, тем самым он тоже сэкономит свое время. Очень актуально сейчас, когда из дома выходить нельзя. Обследовать, да, свои владения, смотреть, что не так. Ну, и плюс еще я хотела бы обратить внимание на то, что когда граждане в любой орган государственной власти, местное самоуправление, правоохранительные органы, контролирующие, обращаются в электронной форме, да, то, соответственно, и переписка с ними ведется также по адресу электронной почты, что, опять же, экономит их время, не нужно ходить на почту. И позволяет сидеть дома. Совершенно верно. А вот я хотела уточнить, Евгения, нарушения как раз, которые связаны с качеством проведенного капитального ремонта, это единственное нарушение прав граждан в сфере организации оплаты капремонта? Или еще какие-то нарушения существуют? Неправильно начисленные суммы, там, не знаю, пени и так далее. На это жалуются граждане? На это же граждане, ну, как бы к нам с такими обращениями, они не обращались. Но вот как раз те вопросы, которые мы сегодня с вами обсуждали, именно с точки зрения правовой, они не зря сегодня у нас озвучены в эфире, потому что как раз вот эти вот права-то и нарушаются в этих сферах. То есть как раз при предоставлении компенсации, как я уже останавливалась, да, выше о том, что граждане просто не знают порядка. И уже в конечном итоге они не получают те же самые субсидии из-за того, что они не знали порядок возмещения. То есть нарушение прав происходит, но происходит по вине самих людей, которые обладают этими правами. Да, из-за того, что они просто не знают где-то закон, где-то недостаточно, вот они что-то почитали, может быть, либо не так поняли, потому что, опять же, вот про льготную категорию. Когда только все тоже вот это начиналось, да, стали говорить о льготных категориях, и где-то в СМИ звучало, что вы просто не должны платить. И граждане услышали, и не стали просто платить. Я сама видела подобную информацию, но она казалась не совсем достоверной. И из-за этого вот люди, введенные в заблуждение, где-то прочитав что-то, не поняв сути дела, то есть, например, ну и вот они потом к нам приходили с этими жалобами, их очень было много. Минутка у нас остается до конца эфира, и я бы хотела еще вот о чем спросить. Появляется сейчас информация о том, что социальные пособия и выплаты будут продлевать автоматически, что вот сейчас, в это карантинное время, да, люди могут не собирать документы и не ходить с пакетами документов, там куда-то их подавать. Что в сфере капремонта? Здесь все то же самое. Как раз по поручению президента в Кировской области, как и в других субъектах, в течение ближайших шести месяцев автоматически будут продлеваться социальные пособия и выплаты, которые предоставляются с учетом сведений о доходах граждан. Буквально на днях 3 апреля было принято постановление правительства Кировской области как раз о предоставлении этих мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в котором более подробно все это прописано и начинает действовать данное постановление у нас 25 марта и будет оно действовать до 30 сентября 2020 года. Благодарим Евгению Будко, помощника прокурора области по правовому обеспечению, рассмотрению, обращению и приему граждан. Напоминаем нашим слушателям, что через сайт прокуратуры можно и задавать вопрос, и получать консультации, направлять какие-то жалобы, в том числе на нарушения в сфере капитального ремонта. И мы программу «Дневной разворот» со Светланой на этом заканчиваем. Да, надо сказать, что завтра будет разворот, но будет разворот на бизнес в 2 часа, и в этой студии будет представитель банковской сферы, правительство Кировской области. Слушайте внимательно, не переключайтесь.